У предприемствия Гомель киновидыапракат кажут, что обслуговывание сельского насильства – сярод приоритетных задач. Сегодня на сельскую мясцовость приходится практически каждый третий киносеанс. Это не просто выполнение державных стандартов, а и оказание платных послуг. Все это, например, вязковцы за демонстрацию стужек и удел у аттракционов заплатили уже около миллиарда рублей. Разом с тем, статистика свечит, не глядячи на все намагания киновидыапракатчиков, колькость людей, які отдают перевагу суместному прогляду фильмов, скорочается. Все это, например, гэта лишба сменьшилась не один на 12%. Не только пропануемый репертуар был дренный, але практически у кожного зараз и телевизор с некалькими десятками программ и компьютер. Хоть минавито интернет может ситуацию полепшить, особенно когда выкористовывать его метанакерована и системно. Сейчас реклама выходит за рамки афиш и бумажного формата. Создан сайт предприятия Рогачевки на видеосеть. И благодаря этому реклама стала доступна. Стала доступна мобильная версия интернет-страницы. Сельские жители могут знакомиться с новинками кино, могут знать анонсы фильмов, знать о планируемом репертуаре. Махчыма не у такой ступени, як ранее, але кино по ранейшему моцный сродок идеологичного выхования. Гэтаму пытану сё не особливая увага. Подсвержене чаму проведение областного агляду конкурсу на лепшую организацию идеологичной работы у працовных коллектывах. Сё лета ён прайшоу 11-й раз. Ся рот узнагароджаных промысловы и сельско-господарчы предприемства, установы культуры и аховы здоровья, адукации, сувязи, жилёва, коммунальные господарки. Причым, калі ранее вызначали толькі по адным перамужцы, то зараз у кожной номинации три лепшые коллектывы. Организаторы тлумашить гэта по величиням колькости становчих прикладов по проведению идеологичной работы на предприемствах и в аустановах Гомельской области. Сегодня есть некоторые трудности в экономических реалиях, но в этом и, наверное, смысл руководителя по идеологической работе, чтобы нивелировать те проблемы, которые сегодня присутствуют у человека, чтобы оказать социальную поддержку, моральную, психологическую, и чтобы он чувствовал себя защищённым. Олег Сентюров, Ольга Вальченко, Яугин Макинка. Телерадо и компания Гомель.